Итак, парни, всех приветствую вас с новой серией по игре My Garage. И в этой серии мы будем делать из нашего корча, так сказать, сверхпроходимый корч для поездки в гараж, в смысле для поездки на свалку. И вообще, так, у нас тут уже установлен двигатель, нам нужно будет поставить выхлоп. Вот, я уже без записи поставил в эту тачку у нас завышенные пружинки. Для удобства вынес наш стол с инструментами, стол для покупок, кресло и подъемник на улицу. Это можно сделать с помощью вот такого нехитрого механизма. Покупается он в гараже, вон том магазине, где продаются прицепы. И с помощью него мы можем передвигать любые наши предметы, так сказать, интерьера. В том числе и бак сюда поднес, чтобы было удобнее выбрасывать вещи, если вдруг надо. Ну и в принципе, как-то вот так. Так, ложим на место наш супер сверхнадежный инструмент. И сейчас будем прикручивать... Я одел уже на диски 16-е диски. Обул высокую резину, не низкопрофильную. Будем снимать наши 14-е и ставить у нас высокие, так сказать, колесики. Так, нам нужно найти сейчас гаечный ключик. Вот наш гаечный ключ. Пошли снимаем наши маленькие колесики. И будем ставить колесики побольше. Так, одеваем 16-е. Посмотрим, как эти колеса на высоком профиле будут вообще смотреться у нас на тачке. Очень интересно, как они будут выглядеть у нас в самих арках. Так. Прикручиваем наши колеса. Тут все по стандарту. Четыре болта прикрутил. И все готово. Так, еще осталось у нас два колеса прикрутить. Откручиваем сразу старые. Отношу я сразу старые диски к нашему новому корчу со свалки. Возможно, будем его восстанавливать, но это не точно. Посмотрим. Если у нас из этой тачки ничего не получится, восстановим ту тачку. Так, прикручиваем. Есть. И последнее колесико. Тут уже у нас форсированный двигатель на дросселях. Как мы выяснили, дросселя ездят самую большую скорость, могут развить. Ну и самый лучший у них разгон до сотни. То есть, я думаю, 100% потянет эту машину. Нормально этот моторчик. В принципе, установили наши колесики. Давайте опустим нашу тачку на подъемник. И посмотрим, как она будет выглядеть со стороны. Ах, да, у нас колеса все спущены. Ладно, на земле будет виднее. В какого момента их качать. Накачиваем наши колеса. Так, одно накачали. Второе. Еще я хочу в этой серии срезать крышу с этой тачки. И сделать, так сказать, такой условный пикап. Чтобы можно было грузить вместо прицепа у нас все в кузовке, наши вещи со свалки. Так, все, колесики мы накачали. Ложим это сюда. Лапы подъемника отодвигаем, чтобы они нам не мешали. Сейчас уехать на этой тачке. И посмотрим. Проведем, так сказать, небольшой тест-драйв этого автомобиля на таких колесах. Посмотрим, как он будет у нас передвигаться. Так, давай, завозим. Так, попали мы вовнутрь в салон нашей тачки. Запустим. Я скажу вам по-моему, что она едет. Да, она подключилась. Обычного классического автомобиля. Я забыл установить выхлоп. Нужен. Да, намного она выше у нас стала. И колеса высокие, и вообще. Так. Вращаемся назад и ставим. Был поставить тачку на ручник. Так, давайте, наверное, соберем наш выхлоп. Нам нужен выпускной коллектор. Купешная труба. Выпускной. И приемник. В принципе, вот все. Так. Сначала. Возможно у нас. Так, куда она, как змея. Не, у нас не можно так. Нельзя так прикрутить. Нужно все делать на тачке. Может у нас. Да, у нас уже есть такой выхлоп. Так что мы сейчас открутим вот. От нашего движка донора, так сказать, полностью выхлоп. И поставим его, чтобы опять тачку на подъемник не поднимать. Так, вот наш донор. Раз, два. Три, четыре болта откручиваем. Снимайся, давай, выхлоп. Сняли наш выхлоп и ставим его в нашу тачку. Здесь поставили. Тачка теперь должна стать намного тише. Так, как же подлезть тут под этих два болтика подкрутить? Вот этот один попал, второй. Второй, как не могут. Прикрутил и последний наш болтик. Да, у нас тут, конечно, еще коробка плохая, но в принципе ничего страшного. Ну и что я хочу еще сделать с этой тачкой. Сейчас мы выйдем от подъемника, чтобы он нам не мешал. Я хочу срезать с этой тачки крышу. Все, с выхлопом тачка стала намного потише. Паркуемся сюда. Паркуемся. Так, хочу срезать крышу полностью. Ну и открутить наш багажник. Так, для начала мы снимем заднее стекло наше. Положим его в стороночку. Возможно, когда-нибудь еще его используем. Так, стекло снял. А эти стекла, наверное, нужно только откручивать. Ладно. И берем нашу болгарку с отрезным диском. И будем пытаться срезать крышу. Срезаем стойки задние. Стойки передние. Нам не хватит отрезного диска. Явно. А возможно и хватит даже одного. Блин, вот это вот зря тут отрезал уже. Ладно. Электроды у нас есть. Электроды, где вы? Зря отрезал вот это вот. Ладно. Будем без этого кататься. Так, крышу мы отрезали. Вот у нас крыша. Нам нужно теперь срезать как-нибудь заднюю вот эту полку. Чтобы мы могли побольше вещей грузить в наш автомобиль. И, конечно же, открутить задний ряд сидений. Так, задний ряд сидений откручен. Бросаем его сюда. Так, осталось нам срезать вот эту заднюю полку. Сейчас мы посмотрим, как это сделать. Так, берем нашу болгарку в стороночку. Отрезной труб новый берем. И берем болгарку в руке. Так, смотрим. Вот это у нас, наверное, раз, два и три. Я надеюсь, что все. Все, не все. Все, отпала наша полочка задняя. Так что вот такой у нас получился супер-мега-крутой пикап. Прям не джига, а джип какой-то. Так, это у нас сразу с багажником. Так, это у нас мы, наверное, обратно поставим и приварим. Чтобы у нас какой-нибудь эстетический вид, так сказать, нашего автомобиля. Сразу отложим нашу. Идем, покупаем электроды на заправочку, парни. И привариваем обратно то, что случайно отпилили. Берем упаковку электродов. Нас тачка чуть не сбила только что. Ладно. Так, берем электрод. Вставляем сюда. И привариваем обратно эту часть. А мы, походу... А вот, где мы ее отрезали. Ну все. Все готово. Отлично. Чудесно, я бы сказал. Стекла у нас задние остались. Ну пусть там будут, мол. Может, они как раз нам помогут, чтобы у нас не выпадали некоторые запчасти. Так сказать, с нашего пикапчика. Ну и что? Можно было бы, конечно, отрезать у нас стоечку от купешки. Но я этого делать, конечно же, не буду. Запускаем наш автомобиль. Он уже снят с ручника у нас. Вот такая тачка у нас спортивная, гоночная получилась. Специально, чтобы можно было загружать много очень вещей в наш багажник. Давайте сразу попробуем продать у нас сидение. Вот маска у кара уже плохое. Смотрим. На свалке оно у нас в контейнер стоит 7 долларов. А попробуем продать его скупщику. Бросаем его в багажничек. И давайте еще и задний диван тоже. Тут он будет стоить у нас 6 долларов. На доллар меньше. А у скупщика посмотрим, какая у нас будет цена. Надеюсь, я не потеряю эти вещи. По пути, так сказать. Идет тачка бодро. Даже на таких дисках, на такой высоте резины. Но эта тачка у нас с дросселями, напоминаю. Как мы помним, передняя сидушка челленджера этого чарджера стоит 7 долларов, а задний диван 6 долларов. Посмотрим, сколько нам предложит за это скупщик. Так. Глушим наш автомобиль. Этот стоил 6 долларов. Тут он стоит 16 долларов. Уже на одну поездку на такси до свалки у нас хватит. И эта сидушка стоила 7 долларов, а тут она стоит 21 доллар. Неплохо, неплохо так. Так что, парни, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока! Пока!